К началу новой эры Римская империя достигла своего наивысшего могущества. Значительно расширялись границы империи, постепенно в нее включались новые и новые народы. Центром этого многоязычного государства был Рим. Его называли «вечный город» или просто «город». Римляне всегда придавали особое значение благоустройству своей столице. Однако на рубеже тысячелетий, по приказу римских императоров, лучшие градостроители и архитекторы страны с особой тщательностью перестраивали римские городские здания, мосты и акведуки – водопроводы. Акведуками Рим гордился особо. В столице империи всегда была чистая и свежая вода, которая в дома граждан вечного города подавалась по 11 акведукам, два из которых работают до сих пор. Рим был огромным городом. Просторные площади, великолепные храмы и роскошные дома богачей украшали центр столицы. А по краям его опоясывали узкие грязные улицы, на которых ютились лачуги бедняков. Но и дворцы, и хижины римляне строили из одного и того же материала – кирпича или камня. Богатые жители могли позволить себе украсить свой дом мрамором. Для прочности постройки римляне использовали бетон. При сооружении здания выкладывали на небольшом расстоянии друг от друга две тонкие стенки из кирпича, пространство между ними заполняли бетоном, смесью мелких камешков и песка и заливали все это раствором извести. Через некоторое время раствор затвердевал, и стена становилась мощной, почти несокрушимой. Не случайно до нашего времени сохранилось столько прекрасных образцов древнеримских сооружений. После пунических войн и первых завоеваний на востоке Средиземноморья римляне изменили внешний вид и убранство своих жилищ. Покоренные величием и красотой греческих архитектурных сооружений и роскошью восточных дворцов, они захотели жить в таких же домах, как у побежденных ими народов. В Греции римлян больше всего поразили портики с колоннадами, которые украшали храмы или входы в дома-усадьбы греческих богачей. Эти портики римляне захотели устроить и в своих жилищах. Так на улицах Рима стали появляться здания, фасады которых были выдержаны в греческом стиле. Даже в городе дома богатых римлян представляли собой усадьбу с садом и парком. Вход в такой дом-усадьбу обязательно охраняла сторожевая собака. Иногда живую собаку заменяла мозаичная фигура с надписью «Берегись собаки». Наблюдать за всеми входящими в дом был представлен раб-привратник. А чтобы он не мог покинуть своего поста, его приковывали к стене. Если в гости к хозяевам приходил близкий друг, то его приглашали пройти внутрь дома, где находились жилые комнаты. У каждого члена семьи непременно была своя комната. Если же посетитель приходил по делам, то хозяин принимал его в Атрии. Здесь же, в главном помещении дома, римляне проводили большую часть времени. Это было обширное открытое пространство, окруженное со всех сторон галереями, образованными колоннами. Посередине помещался садик. Здесь стояли корзины с цветами и редкими красиво цветущими кустами и деревьями. В садике обязательно был бассейн, в котором плавали рыбки. Занавеси или шторы, протянутые между колоннами, защищали галереи от солнца и делали их приятным местом для прогулок. Вокруг колоннады было расположено множество комнат. Во-первых, это были столовые. У богатого римлянина их было несколько и все разных размеров. То в одной, то в другой устраивались роскошные пиры для всей семьи или немногих приглашенных лиц. Если же гостей было очень много, то столы накрывали в пиршественных залах. Открытые летние залы не имели потолка и были украшены ползучими растениями, из которых образовывался зеленый навес. Вокруг стола в виде буквы «П» стояли три скамьи, на которых римляне не сидели, а возлежали во время обеда. Во-вторых, во внутренний дворик выходили двери спален для дневного и ночного отдыха. По старому обычаю эти комнаты были небольших размеров. В спальне не было окон, а дверь чаще всего заменялась портьерой. Перед спальней часто устраивалась маленькая комнатка, где постоянно находился раб. Он помогал хозяину готовиться ко сну и совершать утренний туалет. Кровати помещались в специальном углублении в стене. В-третьих, в домах богачей вокруг колоннады располагались также особые залы для бесед, библиотеки, картинные галереи и ванны. Любовь изнеженных римлин к водным процедурам была известна всему миру. Очень часто богатые римские патриции обсуждали важные дела или вели ученые беседы, нежесть в теплой, усыпанной лепестками рос в воде в ванной. Все помещения дома были загромождены всевозможными украшениями, скульптурами, плитами драгоценного мрамора, колоннами, стены были покрыты штукатуркой и украшены фресками. В каждом доме обязательно была кухня, размеры которой бывали иногда громадны, до 50 метров в длину. К кухне примыкали прачечная, пекарня, помещение для винного и масляного прессов, лестницы, ведущие в комнаты рабов, кладовые и амбары. Во многих домах кухни строились недалеко от ванных комнат. Таким образом, та же печь, в которой приготовлялось кушанье, нагревала и воду для купаний. Коридор, соединяющий главные помещения дома, обычно выходил в парк. В жаркий полдень хозяева отдыхали, сидя на скамейках в тени деревьев. В парке были устроены прямые аллеи, усаженные во всю длину деревьями и заканчивающиеся зелеными беседками. Между аллеями были расположены цветочные лужайки с постриженными деревьями, которым придавалась форма различных животных или букв, составлявших имя хозяина. Фонтаны, украшенные раковинами, мраморные и бронзовые статуи – все это было нагромождено, перемешано и часто свидетельствовало либо об участии хозяина в дальних военных походах, откуда все эти вещи были привезены, либо просто о дурном вкусе. Парк тянулся до заднего переулка, который служил границей усадьбы. В случае надобности хозяин мог ускользнуть через скрытую в садовой стене калитку. Конечно, в таких домах жили самые богатые и знатные римляне. Кроме них были в Риме и люди среднего достатка, которые во что бы то ни стало хотели жить в собственном доме и считали за стыд нанимать квартиру. Как правило, они собирались по 3-4 человека или семьи и вместе строили или покупали дом, в котором каждый заселял свой этаж. Бок о бок с обширными жилищами богачей и домами добропорядочных граждан было много домов, в которых обитали ремесленники и бедный люд. Дома ремесленников были невелики и не очень удобны. К жилому помещению в них примыкала мастерская или лавка. Бедняки же и вовсе селились в пяти-шестиэтажных домах, принадлежащих богачам. Эти дома, расположенные на окраинах Рима, напоминали муравейники. На нижнем этаже такого дома сдавались помещения под лавки и харчевни, бедняки ютились в коморках под самой крышей. Здесь каждая семья снимала маленькую квартиру-коморку, состоящую из одной или двух комнат. Жизнь здесь была полна неудобств. Комнаты были очень маленькими, поэтому плебеи почти все время проводили на улице и домой приходили только ночевать. Кухонь в домах не было, поэтому еду они покупали у уличных разносчиков. Ранним утром бедняки покидали свои квартирки и выходили на улицу. Вот как описывает один римский житель улицу в квартале бедняков. Разве сон посещает когда-нибудь наемные квартиры на чердаке? В Риме хорошо спится только богачам. Шум повозок, скопившихся на повороте узкого переулка, до ругательства возниц, способны разбудить даже тюлени. Когда у богача какое-нибудь дело, он едет себе среди расступающейся толпы. Он читает, пишет или спит, так как нигде не спится так хорошо, как в закрытых носилках. И он приезжает раньше нас, как бы мы не торопились, так как нас останавливает толпа, стоящая впереди. Нас толкают идущие сзади. Один задел меня локтем, другой толкнул коленом. Вот еще какое-то бревно ударилось в мою голову, а голова стукнулась у кувшин. Мои ноги покрываются жирной грязью. Со всех сторон меня давят ногами. Посмотри, какой дым поднимается от этой корзины с ясными припасами. Здесь толпится сотня людей, и каждый тащит с собой свою кухонную посуду. Никому не снести такого множества огромных кастрюль и другой утвари, какое нагромождено на голове этого маленького раба. А он, не сгибаясь, тащит все это, да еще на ходу раздувает огонь в жаровне. В толпе рвется его платье, без того уже покрытое заплатами. Вот едет ломовая телега, на которой покачивается высокая ель. Другие помостки везут сосны. Эти высокие столбы качаются и своим падением угрожают народу. А вот воз, нагруженный камнем. Если ось в нем подломится, и вся эта гора свалится на толпу, что тогда останется от этих людей? Подумай теперь о разных других опасностях, которые ожидают тебя ночью. Измерь-ка высоту домов, с крыш которых падают черепицы, способные размозжить тебе голову. А из окон верхних этажей валятся битые горшки и разные осколки. Посмотри, какие знаки и трещины оставляют они при падении на мостовой. Нужно быть совершенно равнодушным человеком, не желающим предвидеть никаких случайностей, чтобы пойти ужинать в город, не составивший предварительно духовного завещания. На твоем пути столько смертей, сколько открытых окон. Все, что ты можешь пожелать, это чтобы из встречных окон тебя только облили помоями. Проведя день в духоте тесных улиц под палящим солнцем, римляне ходили мыться в термы. В Риме было около тысячи общественных бань, которые могли посещать небогатые люди. Входная плата в них была не слишком высока. И все же, богатые и бедные, все стекались в вечный город в надежде найти здесь жилье и занятие. Недаром до наших времен сохранилась поговорка «все пути ведут в Рим». Однако главное, что влекло людей в вечный город, были многочисленные развлечения и зрелища. Гладиаторские бои, театральные представления, конные состязания на ипподромах, споры знаменитых философов, триумфы великих полководцев, праздники в честь императоров, пиры, которые устраивали для всех горожан самые богатые люди империи и, конечно же, казни – вот что было содержанием жизни многих римлян. Жители всех соседних городов старались во всем подражать столице. Каждый город в империи считал необходимым иметь свой форум, амфитеатр, школу, быть во всем похожим на просвещенный Рим. Риму подражали, ему подчинялись, его прославляли и видели в нем совершенство. Рим был истинным цезарем среди городов. Образ Рима вошел в историю как символ мировой власти и цивилизации.